У нас внедрены так называемые природоохранные мероприятия. В частности, до модернизации здесь находился старый мазутовый и нефтяной резервуарный парк, которые на тот момент уже не соответствовали нормам экологического законодательства. При модернизации мы все это парковое хозяйство демонтировали, подготовили площадку и именно на этой территории у нас сейчас построены новые уникальные технологические объекты. Мы улучшили качество моторных топлив, то есть увеличили качество с показателей К2 до К4. Мы сократили содержание серы в бензинах и дизельных топливах с показателя 500 ппм до 50 ппм. Мы снизили содержание бензола в товарном бензине с 5 до 1 процента. Почему эти компоненты лимитируются? Потому что один из ключевых факторов антропогенного воздействия на здоровье человека в крупных городах это является качество дымовых газов, которые образуются от сгорания при работе в двигателях внутреннего сгорания. Вот здесь на установке у нас стоит система очистки дымовых газов. То есть в процессе работы технологического процесса у нас образуются дымовые газы, которые необходимо выводить в атмосферу. С тем, чтобы минимизировать негативное влияние на окружающий среду, проходит система очистки. Нашим жителям города Трава это знакомо, как вот по форме бутылки ее называют. На самом деле это не домовая труба, это технологический аппарат, где происходит удаление сернистых соединений, а также здесь применена уникальная технология производства озона. То есть мы берем чистый кислород, проводя через специальные аппараты, где создаются условия искусственного грозового разряда, образуется озон, который также используется в дальнейшем для удаления из дымовых газов окислов азота. Данные технологии, они являются также уникальными для нефтепереработки. На ТО АНПЗ разработана программа снижения сжогов и потерь, по итогам которого до конца 2028 года сжоги ТО АНПЗ должны быть снижены до 9,1%. И данная программа включает в себя установку утилизации факельных газов, которые поспособствуют улову факельных газов, которые направляются на факельные стволы и дальнейшее использование его в качестве топливного газа.